Так, следующий наш урок это отзывы. Нам обязательно нужно отвечать на все отзывы покупателей. Заходим в отзывы. Вот у нас 10 новых отзывов. Поехали. Я, конечно, заблюрил здесь товары, потому что это с нашего основного магазина. Тот у нас еще новенький. Так, и давайте поехали. Вот смотрите, 5 звезд. Людям понравилось качество, отрицательно. Мы пишем на этот товар, на этот отзыв, спасибо за высокую оценку и приятный отзыв. Все, можно, например, скопировать, чтобы 300 раз одно и то же не печатать. Наш отзыв вышел. Дальше, если, например, стоят просто звездочки, можно написать... Спасибо за высокую оценку. Нам важно отвечать на все отзывы, даже негативные. Если вот здесь указан, типа, какой-то недостаток, что-то сломалось, мы... Ну, я вот, например, отвечаю... Прошу прощения за доставленные неудобства. Ну, и здесь мы уже, например, отвечаем. Либо что-то типа, может быть, вы там что-то поломали, может быть, брак товара. Либо предлагаем вернуть, либо обменять. То есть, я, например, пользуюсь такой стратегией, мне лучше, ну, то есть, проще сделать возврат клиенту или же сделать обмен, чем потом разбираться с этими. Потому что у нас товары недорогие, нам в разы проще сделать обмен или возврат. Этим же принципом мы пользуемся и в классической товарке с одностраничниками. То есть, главное, дать клиенту, например, обратную связь или сказать то, что, чувак, извини, такое больше не повторится. Ну, это я пока еще отредактирую. Вот. Сейчас я отвечу на все отзывы. Главное, смотрите, не забывайте проверять все эти отзывы. Хорошие отзывы – это супер. Плохие отзывы, конечно, плохо, но с ними нужно работать.